МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягульна Ужакен. Сегодня в выпуске. Терпение кончилось. Жители трех улиц Караганды, недовольные работой коммунальных служб, организовали собрания. Горожан не устраивают разбитые дороги, забитые ливневки и переполненные мусоросборники. В Караганде продолжают активно обсуждать переход казахского алфавита на латинскую графику. Филологи и общественники выступили перед студентами банковского колледжа. Государственная программа поддержки бизнеса в действии. В селе Талды 60-летняя предпринимательница открыла ресторан. По этому случаю был организован настоящий праздник. Обо всем по порядку. Вынужденное собрание организовали жители домов на улицах Арбатская, Охотская и Горноспасательная. Не первый год всех волнуют проблемные вопросы. Подъездные дороги, ливневки, мусоросборники. Терпение кончается. А вот претензий к городским властям с места не сдвигается. Объявления были вывешены, жители оповещены, как, впрочем, и работники Акимата района имени Казабекби и Горкумтранса. Но... Два часа должны приехать 17-го числа. Все собрались, никого нету. Вот куда они делись? А почему они у них, нам никакого уважения? Возмущение началось с ливневок. Вообще-то, эта проблема общегородская. На очередном заседании общественного совета, которое состоялось 11-го июля, заведующий сектором автомобильных дорог ГУ, отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды, Рустем Кожакапанов, отвечал на резкие вопросы членов совета. Почему проблема ливневых канализаций стоит в городе так остро? Но, оказывается, средний ремонт дорог не предусматривает ремонт, а тем более строительство ливневок. Но на сходе сказали, что одну дорогу им проложили заново. Я живу на улице Горноспасательной. Нам недавно сделали асфальт. Провели над эту дорогу чисто, на свет горит все. Но они, когда строили, они забили наши ливневки. И теперь надо же их почистить, а очистить некому. И кому они нам сказали, что мы приедем, мы это все сделаем, и до сих пор так нету их. Вот уже сколько, уже месяц, как у нас сделана дорога. А ливневки нам никто не почистит. Одно строим, другое портим. Вот так и рождается разделение на «они» и «мы». «Мы» – это жители микрорайона, а «они» – это городские власти. А ливневка идет с улицы Заводская по всему микрорайону. Она общая. А если общая, то и хозяина найти невозможно. Хотя за дорогами смотрят городские власти, значит, и за ливневки отвечают они. Никому из жителей не хочется чувствовать себя ненужными, забытыми. А, ну вот я говорю, что ни скорая к нам не едет, ни такси к нам не едет, ничего. Вот ночью тоже, если такси вызвать ночью, они не приедут сюда к нам, потому что дорога вон какая. Они не хотят ехать. Когда вот сейчас сухо, еще ничего. А вот когда дожди пройдут, вы знаете, какие ямы здесь. Улицу Арбатская заасфальтировать обещали три года назад. Жители уже сегодня волнуются, как им пережить весну без ливневок. Наверняка будут подтопления домов, как и в прошлые годы. Сапоги жителей готовят с лета. Делать-то нечего. От властей в лучшем случае одни обещания можно услышать. А тут еще и несанкционированная мусорка горит. Прождав несколько часов, жители увидели представителей Горкум-Транса и Акимата района имени Козыбек-Би. На вопрос, когда появятся контейнеры, ответ был коротким и однозначным. Нет у вас договора, нет у вас. У вас нету. Это что за частное предприятие такое, что договор оставляет наличие? Принесите, пожалуйста. А жители взяли и принесли договор. Но то ли он устарел, то ли форма оказалась другой. Не подошел он к сегодняшнему дню. Но людей обнадежили. До с удовольствия. Мы с вами заключим договора. Вот здесь стоят 10% улицы, которая с нами хочет работать. И 90%, которые отказываются от договоров, им легче иметь вот такую мусоросборную свалку. Действительно, контейнеры есть, вывоз по графику будет обеспечен. Но инициатива, оказывается, должна исходить от самих жителей. Накал страстей не утихал. Подходили новые жители и снова по кругу вновь высказывали свои проблемы. Оказывается, противостояние можно разрешить мирным способом, по крайней мере, проблему с мусоркой. Данную свалку Акимат Акима района имени Казбекби в рамках субботника мы предоставим технику совместно с жителями. Еще раз подчеркну, совместно с жителями мы выведем эту свалку. Активность жителей, которые болеют за свой дом, улицу, микрорайон, в целом за город, можно только приветствовать. Но сдвинуть с места все проблемы, они одни не в состоянии. Это тоже надо понимать. Городские власти должны повернуться к ним лицом. Они этого ждут не один год. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Пожар в частном доме в Караганде унес жизнь человека. 17 октября вечером на пульт противопожарной службы поступило сообщение о горении в частном доме по улице Четская. На момент прибытия пожарных подразделений горели деревянные хозпостройки. В ходе разведки пожарные обнаружили тело погибшего мужчины. 1963 года рождения. Владелица дома сказала пожарным, что в доме находится мужчина. Пожарные провели разведку. Наблюдалось сильное задымление. Был обнаружен мужчина 1963 года рождения. Его вынесли на свежий воздух. Прибывшая скорая помощь констатировала смерть. Предположительно от отравления угарным газом. Пожар был ликвидирован на площади 68 квадратных метров. В тушении пожара было задействовано 22 человек и 8 единиц техники. На данный момент причина пожара и причина смерти устанавливается. 18 октября празднуется День Духовного Согласия. Сегодня в Карагандинской области работают более 300 религиозных объединений. 15 конфессий. Вместе с многочисленными этнокультурными объединениями они вносят большой вклад в сохранение межэтнического согласия. Об этом шла речь на форуме Советов Общественного Согласия, который прошел в Карагандинском Доме Дружбы. Казахстан без экстремизма. Именно так назвали форум Советов Общественного Согласия. Тематика форума обусловлена поручением главы государства, данная им на 25-й сессии Ассамблеи народа Казахстана. Участники форума обсудили основные принципы и приоритеты государственной политики в религиозной сфере, а также вопросы активизации деятельности Советов Общественного Согласия в регионах и их роль в противодействии религиозному экстремизму. Также было отмечено, что Карагандинский регион является едва ли не эталоном мировоззренческой гармонии. И в этом смысле можно сказать, что Караганда служит примером того, как сотрудничают, как взаимодействуют вот эти религиозные объединения. То есть здесь нет атмосферы противостояния, здесь нет атмосферы неоправданного соперничества, здесь есть только взаимное уважение и взаимодействие в решении актуальных вопросов, по которым сегодня и собрался этот форум Советов Общественного Согласия. Участие в форуме приняли гости из Астаны и Алматы. Среди них член Республиканской информационно-разъяснительной группы Министерства по делам религии и гражданского общества Руслан Иржанов. В частности, он отметил, что сегодня в мире наблюдаются две тенденции. Одна из них – усиление разногласий между основными религиозными конфессиями в глобальном масштабе. Если говорить о второй тенденции, это усиление иной раз наблюдается противоречие внутри самих религий, внутри определенных, в том числе традиционных религий, и разделение на различные течения, направления, и в определенной степени возникают разногласия. Поэтому есть мнение ряда экспертов, что сегодня на глобальном уровне пора перейти к новой парадигме. В плане глобальном парадигме, которая бы настроила людей отнестись по-другому к вопросам веры. То есть, чтобы перейти от веры в Бога, перейти к вере в Богу. Это радикально разные вещи. На форуме также рассмотрели вопросы духовного контекста, модернизации общественного сознания, а также профилактические методы работы общественников Ассамблеи народа Казахстана по укреплению традиционных ценностей и светскости государства. Предложения по активизации деятельности Советов общественного согласия по противодействию религиозному экстремизму вошли в резолюцию, принятую в завершение мероприятия. Андрей Тен, Жаслон Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Переход казахского алфавита на латинскую графику обсуждается на разных уровнях. Молодежный ресурсный центр отдела внутренней политики Акимата города Караганды провел разъяснительную встречу со студентами Банковского колледжа имени Букинова. Третья модернизация Казахстана подразумевает изменение общественного сознания, которое должно сопровождать все изменения, происходящие в стране. Многие молодые люди еще не до конца понимают, что значит модернизация сознания, что дает переход казахского алфавита на латинскую графику. Многие страны СНГ уже перешли на латиницу и открыли новые возможности восприятия мировым сообществом. Необходимость данных встреч состоит в том, что необходимо информирование и подготовка молодежи к предстоящему переходу. У молодежи возникает достаточное количество вопросов. Многие из них даже не знают о предстоящем переходе к латинице и не знают его сущности. Поэтому наша цель – это дать ответы на все возникающие у студентов вопросы. На встрече освещались основные положения перехода казахского алфавита на латиницу. Этот процесс довольно длительный и рассчитан до 2025 года. Разъяснялась необходимость и положительный эффект перехода на латиницу. Доцент Карганинского государственного университета имени Букетова Мархаба Турсынова и лидеры студенческого самоуправления Каргатэу Жасутан ответили на вопросы студенческой аудитории. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В этом году на развитие сельского хозяйства было выделено немалые средства. Кроме того, власти взялись за ремонт дорог и реставрацию культурно-досуговых учреждений в нескольких поселках. А вот предприниматели получили финансовую поддержку от государства. Село Талды Шетского района на протяжении нескольких лет занимается животноводством и растениеводством. Однако после приватизации социальное состояние поселка ухудшилось. Поголовье скота увеличилось лишь недавно. Кроме того, в последние годы стало расти количество предпринимателей. Один из них – Бульсум Десенова. Трудные времена наступили пять лет назад после смерти мужа, рассказывает женщина. Но мать троих детей нашла в себе силы и открыла ресторан. Я хочу, чтобы это послужило примером для молодежи. Этот ресторан мы мечтали открыть с мужем. Я очень рада. Я очень рада и очень благодарна всем за поддержку. На открытии бизнеса женщина получила финансовую поддержку от государства. Сегодня в честь открытия ресторана предприниматель устроила викторину. Победителю достался автомобиль. В этом году по району было освоено 335 миллионов тенге. Гульсым Тусубекова – одна из тех, кому из фонда поддержки были выделены деньги. В районе действует около 65 крестьянских хозяйств. А из 900 жителей поселка 100 человек являются предпринимателями. По случаю открытия ресторана 60-летняя предпринимательница организовала соревнование «Кокпар», собрав участников из соседних сел. Победители, уверяет женщина, будут награждены ценными подарками. А в конце праздничного дня для пожилых людей был накрыт Дестархан. Мирамгуль Салкимбаева, Жахслык Нартаев, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Государственные служащие и руководители бюджетных организаций стали слушателями второго дня клиентской конференции, которую проводит компания «Казахсиликом». Участникам была презентована концепция «Умный город». Проекты «Цифровой Акимат», «Цифровая медицина», «Цифровая энергетика» и «ЖКХ», «Безопасный город» и многое другое входят в концепцию под названием «Умный город». Предназначена она для обратной связи граждан с государственными структурами. Руководители бюджетных организаций и госслужащие стали слушателями второго дня клиентской конференции, организованной компанией «Казахтелеком». Мы хотим создать диалоговую площадку, на базе которой была бы обратная связь со всеми нашими существующими и будущими клиентами нашей компании. Есть что предложить на рынке для малого и среднего бизнеса, для госучреждений. Мы хотим принять участие в реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» и город Караганда станет одним из пилотных проектов. Карагандинский регион является полигоном для реализации многих передовых идей. Это отметил заместитель Акима Карагандинской области Алмаз Айдаров. Он также подчеркнул, что наш регион готов стать передовым в плане внедрения новейших информационных технологий. «В частности, по «Казахтелеком» мы сейчас продвигаем проект развития «Смарт-сити» концепции, в который входит очень много сегментов. Часть из них уже в Караганде мы являемся передовыми по образованию. Здесь мои коллеги присутствуют по здравоохранению. Но большие планы, и хотелось бы, чтобы и бизнес, и государственные квадри, и государственные структуры также активно в этом вовлекались». Современные информационные технологии привнесли изменения в здравоохранение. В результате сформировалось на данный момент понятие «цифровая медицина». Применение в медицинской практике цифровых медицинских аппаратов создает целый ряд преимуществ. «Теперь, когда «Казахтелеком» в лице Риба-Вадии посещают наши совещания, собрания и презентуют какой-то новый продукт, у нас не возникает сомнений, что действительно теперь у этих продуктов есть непосредственное практическое применение, привязка. Наши врачи и участковые терапевты могут спокойно этим пользоваться. Достаточно продукты простые, эффективные в использовании в повседневной жизни». Участникам конференции также были презентованы такие проекты, как виртуальный колл-центр, облачная видеоконференция, а также множество других инновационных услуг, направленных на модернизацию практически всех информационных процессов. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. К другим новостям. Отечественные производители одежды разработали инновационную форму еврокласса для школьников и учителей. Новая единая форма под маркой «Алтынадам» уже внедрена во многих учебных заведениях города. Пользователи по достоинству оценили высокое качество форменной одежды и доступные цены. Впервые школьная форма торговой марки «Алтынадам» была продемонстрирована общественности на финальном этапе конкурса «Учитель года». Сегодня на рынке форменной одежды представлено большое разнообразие комплектов от самых разных производителей. Но большинство карагандинцев предпочитают продукцию отечественной фабрики. Среди них и учебное заведение, в котором работает Азиза Саматказа. И, если честно, были очень довольны качеством. И что очень удобно. Здесь индивидуальный пошив. И хорошо сидит. И мы очень довольны. Всем советуем. Главное, что приглянулось, это соотношение цена-качество. Отличное качество материала по доступной цене. Школьный комплект для учеников стоит порядка 13 тысяч тенге. Костюм для учителя – 14 тысяч. На данный момент Министерство образования утвердило синий цвет. Поэтому мы шьем форму только синего цвета. Также для девочек у нас есть два вида школьной формы. Обычная полностью синяя форма. И юбка шотландка называется. То есть флетка. Таким образом, Алтын Адам доказывает, что даже школьная униформа может и должна быть красивой и практичной. Стоит отметить, что магазин ориентирован на классический образ. Строгие и элегантные мужские и женские костюмы, верхняя одежда – все это отличного качества. Магазин по продаже классических мужских и женских костюмов казахстанского бренда Алтын Адам, принадлежащего казахстанской компании «Голден Амат», открылся в Караганде в начале года. И с тех пор ориентирует местное население на поддержку отечественного производителя. Марат Такишев, Толеген Рашитов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. С 1 января следующего года вступает в силу постановление правительства, согласно которому упраздняется деятельность всех стихийных рынков в нестационарных торговых объектах в городах республиканского значения. А с 1 января 2020 года – во всех городах страны. Иначе говоря, все стихийные рынки будут перенесены в стационарные помещения. Ярким примером нового формата является торгово-фермерский рынок «Алтынарба». Торгово-фермерский центр «Алтынарба» – это место, где удачно сочетаются простота уличного рынка и уют современного торгового центра. Для покупателей здесь представлен широкий ассортимент свежих продуктов и товаров народного потребления с гарантией безупречного качества и высокого уровня сервиса. Уникальный формат торгово-фермерского центра создает новую культуру торговли, возрождая традиции посещения базара как центра массового притяжения и досуга. Торгово-фермерскому центру «Алтынарба» исполнился год. Сегодня, через год, мы с гордостью можем сказать, что наш торговый центр стал излюбленным местом покупок для гостей города, а также его жителей. Это совершенно новый формат торговли, который сочетает в себе на сегодняшний день продажу товаров народного потребления, а также фермерский базар. Уникальностью фермерского базара является возможность жителей покупать продукцию качественную, свежую, а главное натуральную. Сердцем центра «Алтынарба» является фермерский базар, расположенный на первом этаже здания. Уникальность базара состоит в том, что он обеспечивает горожан свежими натуральными продуктами питания. А сельхозпроизводителям предоставляется возможность реализовывать продукцию в комфортных условиях и без посредников. Это оценила Жанара Баетова. Я уже год стою на этом базаре. Меня все устраивает. Здесь созданы все удобства для комфортной работы. Аренда недорогая, поэтому и цены мы не завышаем. Еще один немаловажный фактор – хороший сервис. Внимательные продавцы всегда предложат самые свежие продукты. Жительница Караганды Татьяна Власова призналась, что является постоянным покупателем. Для нее главный ориентир – это качество. Мне здесь очень удобно. Всегда свежие продукты для малыша моего. Фрукты, овощи, салаты. Очень важно молочка для нас тоже. Здесь домашнюю привозят. Ну, очень удобно. На площади в 20 тысяч квадратных метров расположены торговые галереи, подсобные помещения, холодильные камеры, способные вместить в себя до 100 тонн продукции. Для обеспечения контроля качества работает лицензированная лаборатория. Всего под сводами центра расположилось около 150 магазинов. Одним из значимых событий стало открытие первого гипермаркета электроники «Эврика», размещенного на двух этажах. Он начал свою работу 28 сентября. За торгово-фермерским центром расположен строительный рынок. Теперь нет необходимости искать строительные материалы по всему городу. Все в одном месте. И это очень удобно. И еще один важный факт. Проект торгово-фермерского центра «Алты-Нарба» создал более 700 рабочих мест. Андрей Тен, Ержан Алипов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин